здравствуйте дорогие зрители начинается у нас маппик 125 фпс лига 23 играет нас агент против фэша победитель выходит на клаву вот ну и начинаются маппики и так далее так далее что кто чувствует агент ставил тайлз волк короче 2м 13 выбираю понятно что-то не за кинтосили но тинестер тут какие-то в общем свои какие-то у них там темы какими-то своими штуками нет от стены не было такого не было flash от стены но полагаю если то машина будет слышать как в фига но возможно да если это новомодная такая штука спайсуха называется не видись так дорогие мои ну ладно рикошетить будет минус токс хорош непонятно и важно все вообще о чем они все нафиг давайте в общем ожидать что-то рано похоже я включил запись но тоже нас они столько 3 пакса будут я пока чайку бахнул вам тоже рекомендую пока небольшие под фризики ну блин хорош хорош трещает а а а а а а а а а и сайланс пикой ой считаю не понимаю из battleforged видимо минус сайланс было да минус айланса тэша плюс battleforged от агента но неплохо осталось dismemberment cure мемберменты cure по-моему такси city cure dismemberment battleforged sinister lost world silence так бы его пикнул но так еще же можно же ой какая долгая машина ну dismemberment можно поток на twitch блин потока на twitch нету ёпорный театр пацаны ну что ж вы так долго молчали ретрансляция запущена на twitch есть поток значит братан есть поток на twitch есть должен быть иди опять срулил куда-то флэш попадание рандом 2 господи вот пасть я победил я там демоном кроме я тайлс написал о боже мой почему они так долго это делают это просто невозможно эти пацаны никогда не могут начать сразу и быстро это какая-то кислотная версия q3 я помню в q2 были всякие прикольные моды там они были вообще совершенно дикие вообще какие-то такие даже не знаю как как и откуда они появились ну что мы на второй странице блин единственная в чем проблема что почему-то вот у меня нету тут картинки нету почему непонятно ириар ловит я уже тал взял и выиграл на гола была вот что-то какая-то о боже мой ядряный ватлон просто невозможно действительно моральное моральное истязание заставляет испытывать агент я смотрю что был захват уже наверно минут пять если не больше мы просто смотрим за каким-то трещаниями разговорами невнятными ой 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 пошли лаги ребята похоже сейчас в фулскрине будет лагать давайте попробуем вид рестарт если вид рестарт не поможет то придется в этом самом то ли перри заходить это нужно перри заходить в квейк они сейчас начнут без нас ну вот это минус того что я стремлю не из дома ребята и да простите вы меня за эти непонятно за эти непонятки просто чтобы смотреть нормально я предлагаю да подождать пару минут ничего страшного что мы опоздаем они так долго выбирали я надеюсь что они еще там потрещат полчаса хотя скорее всего они уже натрещали сейчас уже начнут игру да как нет есть не прощение какая еще карта будет токс ну как же нет мне прощение когда есть мне прощение самое что ни на есть прощение ну само собой а что еще могло произойти ну само собой а что еще могло произойти если такое это и это чтобы это было сделано это и если это это Продолжение следует... 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 Это какой слабый? Практически 100 на 100 остается у агента. А вот, видишь, дела не очень. Под контроль на полтинник. 100 на 200 агент. Речь здесь в проходе. Отлично продамажил. Просто у меня, блин, и здесь конфиг был оптимизированный под этот мод. А сейчас получается немножко все не так. Да, ребят, все, спасибо. В общем, вот такая вот, вот так будем смотреть, все время не только так. Так, мега сейчас будет появляться. Здесь агент пытается продавить, закидывает сразу гранатки, но... Охо! И заколбасило, заколбасило там в этой мясорубке. Эша, 2-0, агент впереди. Ну, это первая карта агента. И тяжелой, да, все, что? Здесь 6 на 5, полтинчик за агентом. Перемещается он на второй желтый, на нижний. Занимает позицию сверху, чекает оппонента. Закидывает гранаты, но рано, рано. До красного еще долго. Неплохая, кстати, попытка была здесь наломиться от Эша, но он не увенчался на успехом. 150 на 80 агент. Очередной красный за ним, 130 на 200. Выходит подмигу, выходит наверх сейчас. Опачки, неплохо продамажил. Из-за двух рокетов, в общем-то, агент забирает сейчас Эша. 5-1 в его пользу. Выход наверх, ну, отличный директ от Эша. Прекрасный, забирает он мигу. Также на этом муве отдает, правда, агенту здесь полтинник. Нижний желтый будет за агентом. Чекает, чекает. Он находится во противне. Красный забирает Эш. Но сможет ли он отсюда уйти? Пытает он выйти через верх. Да, вроде неплохо. Рокет еще один. Сейчас минус от Эша может быть. Ну, все-таки удирает. Удирает агент. Да. Веселится, веселится. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Так, ну, между прочим, Эш здесь неплохо все-таки подкомбетчил. 6-3. Остается буквально одна минута. Может еще Эш наломиться. Есть у него еще время для того, чтобы закомбетчить. Но нужно начинать уже прямо сейчас. Желтый. Желтый забирает агент верхний. Мега за Эшем. Красный он не забирает. А зря видит это агент. Хотя, неплохо вроде бы. Ну, нет. Здесь не нужно было, может быть, забирать. Ряд 100 на 100 против 200 на 200. Но как наломиться-то на агентуру? Есть, есть вариант. Есть ответ у Эша на этот вопрос. Попыточка заломиться на сотку. Там залетел рокет. И вы посмотрите. 100 на 50. То есть практически 50 армора раздамажил где-то на 100 с лишним. Сейчас агент нанес больше, чем потерял. Это ГГ. 20 секунд до конца. Позиция у агента. Мега. Красный. Все на его стороне. Это ГГ, ребят. Конечно, это ГГ. Изюмчик. 8-3. И смотрите, у Эша полтинник. Пинг. Офигеть, вообще. На России 50. Тяжело ему сражаться на таком пинге однозначно. Ну, посмотрим, что будет дальше. Как будет складываться ситуация. Так. Отлично, покомментирую игру. Спасибо. Миг, миг, нет звука. Парни не шутят. Голостую комментирую. Да не, я не комментирую. Просто пришлось отвлечься, ребят. Прошу прощения. Вернее, окно так вроде лучше было. Ну, давайте попробуем. Может быть, вот так вот в свернутом окне с 60 герцами действительно будет лучше. Ну, давайте посмотрим. Влияет, или нет? У вас там как нормально? Вот. Откуда у Николая пингдик? Ну, то, что он где-то недалеко от Москвы, наверное, от нее играет или что-нибудь такое. Как у вас захват, дорогие мои? Все ли в порядке? С-лак вообще не должно быть. И это неплохая тема. Так он же МСК вроде. Нет, он не МСК. Я и чатики вижу, теперь и СК2ТВ вижу, и гудгеймик вижу. Все вижу. 63 на 50 агент. Выходит на второй этаж. Я-еу, я-еу, да. Да, ребят, сорян. Все будет нормально. Полосы по бокам черные. Хуже. Полегче картинка стала. Близко к МСК. По мне так тоже должно стать лучше. Немножко вот эти черные полосы как бы да, но это захват по окну. 4 на 3 стало. Сильно изменилось. Лучше вроде стало. Блин, ребят. Это стрим с ноутбука. Я прошу вас прощения. Но, ну, вот такая вот ситуация. За что, прошу прощения? За то, что хотелось хорошей вам стримить делать. Ну, видите. На своей максимальной. С одной стороны, да. Здесь графика стала хуже. Просто нагрузка, как и на компу, он и весит и так. Под это самое. Нет, простите меня, простите, ребята. Да ладно, ладно, это я так. Большой любви к вейкам. Полосы не айс, но перестала активно фризить. Да. Вот так должно стать норм. Сразу фризы пошли. На лепернотеатр. Полстрима сейчас будем настраивать. Все, забейте, ребята. Вот так будем смотреть. Потом посмотрим, что из этого получилось. Может быть, не буду выглавлять запись, если все плохо. Агент здесь попадает. Красный за агентом. 160 на 200. Рейлгана нету. И зажимают он здесь эш. Черт, как дэш-флог стримпировал, честно говоря. Зарители просят еще больше лагов и еще более плохого качества. Нет. Нет. Мой ответ. Та-60 на 100. Хорошее попадание от агента. Хорошее замечание от Зубича. Какие вы все активны. Ничего себе, все у него... Говорят, что делать. Виквации, да. Так, пошли. Угу, угу. Хорошее ролик здесь от агента. Рейлган тоже неплохо попадает. Ой, какая встреча. Даже не сказал бы, что приятный. 50 на 50 у агента. Успевает он задамажить. Откидывает гранатки. Четенькие. Чекает решетку. Ну, а эш все же через эту решетку он смог задамажить. 40 на сотен у агента. И дожидается он верхнего желтого. Нижний желтый будет чуть раньше. Я думаю, аж его сейчас заберет. А, он не гумерный ждет. Нет, желтый. Ну, плохо, плохо. Для него это не самый удачный момент. 40 на 140 у агента. Полтинник очень хорошо сейчас ему помогает. 100 на 100 у агента. Подходит к нижнему желтому. Ну, вроде бы все у нас сейчас в порядке. Все пушки есть. Шафта полно. Рейлган. Все есть. Напомню, что первую карту выиграл агент. Ведет он пока в счете. Не сильно здесь продамажил. Но неплохо разменялся на красный. Аэш. Кстати, полтинник появился. Вот. Прям как засада какая-то для Аэша. И хелпа для агента. Мне казалось, что полтинник должен быть попозже. Ну, ладно. Какой-то дичайший рейл попадает сейчас у нас Аэш. Вернее, агент в Аэша. Аэш там даже как-то не ожидал, наверное, такого. Красный лежит. Забирает его Аэш. И будет сейчас выход на Мегу. Да, есть выход на Мегу. И тракидывает Аэш. Вот это вы посмотрите. Вот это нормально получилось. Сейчас минус агент здесь. Великолепно. Не дал возможности забрать агенту Мегу. Аэш. И это очень сильно повлияло на расстановочку этого боя. Потому что расчет был у агента на то, что он сможет подпустить оппонента ближе. На этом муве забрать Мегу. Красный, правда, забирает здесь агент. Ой-ой-ой. К сожалению, у Рейлгана все промазывает Аэш. Это большая проблема сейчас для него. Потому что любой налом агента из какой-то неудобной для Аэша позиции превратится в фраг. Ой-ой-ой. Желтую на Мегу разменивать. Естественно, это плохой размен. Попытка проконтролить, к сожалению, не попадает решетке. В решетках попал. Хорош. Агент забирает красный. Видит это Аэш. Понимает, потому что агент падает вниз. Здесь у кого опасный момент. Сейчас в ноги могло зайти. Лучше на пятерке не прыгать. Сейчас ворвется. Рискнул Аэш. Но агент не ворвался. Не знаю почему, но по каким-то, видимо, своим причинам. 80 на 40 стек у Аэша. Верхний желтый появляется. Красный будет одновременно с Мегахелсом. Опа. Ну я же, кстати, неплохо зариентировался и надамаживал в этой ситуации. В этой непростой ситуации агенту. Может быть, не очень сильно, но все-таки пробил его. 170 на 100 Аэш. 160. 60. Тэг слабый. Мега сейчас будет. Нападает агент здесь и вырубает практически. Аэша сейчас, я думаю, вырубит. Потому что Мегу он забрал. Вот, опять же, все сильно зарешал Мега. Ой, красавец, Эш. Как выжил вообще. Просто на валах ушел. Вот это Рейл, да. Великолепные два Рейла. Сейчас очень опасно выходить на красный. Но именно это делает Эш. Забирает красный. Нужно пятерки забирать срочно. Воу. То, что вот здесь не было агента, это прям очень повезло сейчас Эшу. Фактически это дало ему возможность выжить. И сейчас возможно забрать еще один фраг. Лоу хп практически остается у агента. 36. Если быть точным, выходит он на Мегу. Но здесь уже Эш имеется. Опасно, опасно. 76 хп у агента. Выходит он на верхний желтый. Красный за Эшем. Да, действительно хорош. Забрал Эш Мегу. Нижний желтый уже также за ним. Аккуратен агент. Счет у нас 2-2. Воу, воу, воу. Тут между ног Рейлган заходит. Сона 170 агент. По третьему этажу проходит за пятерками. Мега появляется. Скорее всего она будет за Эшем. Посла последняя минута этой карты. Долго, кстати, не забирает Эш Мегу. Смотрите, кстати, очень хороший дилей. В этой игре не хочу играться, Антон. Ну не знаю, не знаю. Тоже неоднозначное утверждение. Какой подлог от агента. Сейчас минус Эш и от ГГ. Да ладно, вот это вообще как? Как это получилось? Как он смог это сделать? Ёлки-палки. Это ГГ для агента. Эш берет вторую карту. Слушайте, ну как он его так перемасил, я вообще не могу вам сказать. Это просто... Это тайна-тайн. Это... Как это? Что это вообще было? ГГ? Честно говоря, я не понял. Мне казалось, что агент должен выстаивать в этой ситуации, но... Все просто развернулось в какое-то мгновение. 26 шафт. Вроде не так много зашафтил. Честно говоря, прям... Да, ну красавец, действительно Эш, я согласен. Хорошо забомбил. Справился в сложной ситуации. А, стал 4 на 3, короче. Вот такое, типа сбоку. Ага, а если... А если вот так? Ну, давайте попробуем вот так. Вроде бы здесь стало побольше. Где у него мозг, да? Тише, тише. Не надо, это самое-то... Громких слов. 130 на 100 у Эша. Хорошая ситуация. О-о-о-о-о, пытается Эш здесь как-то в атаку сильную перейти. Не уверен, что стоит ему это делать. На 80, на 150. Попадает неплохо. Здесь сейчас можно принять. Кстати, чуть-чуть раньше выстрелил, чем стоило бы, возможно. Мог бы посильнее здесь продамажить оппоненту. Но вроде нормально. 100 на 200 Эш. Ой, как хорошо подловил. Здесь нужно обязательно закончить атаку. Шаптом нужен на лом прямо сейчас. Да, Мигу забирает. И красавчик. Ой, вот это Эш вообще молодчик. Вот это красавелла. Вот это достойный фраг. Вот прям... Прям как надо. Прочел оппонента и такую, блин, базуку засандалил. Вообще офигеть. Находит он здесь агента. Правда, не самым оптимальным образом. Рокета здесь расстреливает. Воу. Рокеты, 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 рокеты. Ну, столько рокетов, почему же не заспамить туда эту Мегу? Не знаю почему, но почему-то не заспамил с Рокета Эш. Неплохой подлов. Можно, можно сейчас. Какой-то странный вообще выбор оружия. Дожидаясь Эш здесь, когда агент выходит. Хороший подлог на Меге. Еще рокет, еще. Сейчас будет фраг. Да. Справляется со своей задачей Эш. Выходит на красный. Агент уже сюда спешит. С Рейлганом дает. Минус 80. На полтенник смещается Эш. Будет чекать оппонента с желтого. Оппонент-то не на желтом. Сейчас только запрыгивает. Здесь какой хороший прием от Эша. Великолепно. 3-0. Очень надо быть аккуратным. Наламываться не стоит. Вот такого рока-то не хватало в прошлый раз. Соглашусь. Реновь ПДЭш. Агент все же Рейлган забирает, но... Сколько он получилось? В районе 70 дэмэджа получил. За этот Рейл. Четвертая минута. 130 на 50 стек у Эша. До Миди еще достаточно далеко. Буквально недавно она была красной. Вот что. Ближайший у нас будет появляться. Агент наламывается с телепортой. Минус. Минус от агента. Воу. Вот это Рейл, блин. Хорошо сориентировался агент. Мгновенно перевел прицел вниз. Ну если я ешь на Меге, то это хорошо. Конечно, не на Меге. И это плохо, потому что... Ну два Рейла, конечно, он хорошо попал. Однако можно было и разжиться на эту Мегу. С одной стороны, с другой стороны, тяжело было бы, наверное, принимать агента с телепорта. И не было понятно, откуда он будет нападать. А в любом случае... Пытается агент-оппонента своего где-то подловить. Контроль на Рейл. Выход на красный. Эш пока не видно. Вот наконец он появляется с Рейла. Он не прорейливает Мега сейчас будет. И очень хороший стэк сейчас сильно наращивает свое преимущество в стэке агент. Впоследствии это может стать проблемой для Эши. Если он не начнет где-то сейчас подконтроливать. Подконтроливать оппонента. 170 на 170 агент. Крадется он. Под Рейлганом. Видит здесь оппонента. Ну и что, раздамаживает, раздамаживает. Плохо Эшу-то. Подсадочка. Попытка дождаться Меги. Ну доживи. Дожил до Меги. Смотрите, 30 хп всего остается у агента. Приходится ему переходить на полтинник. Выход под красный через телепорт будет. Не видит он здесь Эшу. Ну врыв. Да, и красный забирает агент. На самом деле это, ну, не уверен, что знал прям Эшу об этой ситуации. Но предположить ее было можно. 2 хп остается у агента. И шафта четко это почувствовал. Сейчас Эш. Красавчик. Аптеки, аптеки, аптеки. Срочно. Мейдей, мейдей. 25. Пятерочки. Все собирает Эш. Полтинник армора. Сверху можно попытаться накрыть Мегу. Мега за агентом. На красный успевает Эш выйти. 150 армора у него становится. Полтинник. Здесь нужно быть аккуратным. Хороший аэррокет. И замечательным фрагом. Это заканчивается. 5-1. 1-1 по картам, я напоминаю. Баттлфоржет это карта агента, между прочим. Минус 50. В общей сложности двумя рокетами здесь наносит у нас агент. Красный через одну секунду уже там стоит. Логотип закрывает время. Убираем логотип. 2,5 минуты остается до конца Баттлфоржета. 130 на 100. Красный уже появился. Есть ли там агент? Непонятно. Да, агент уже здесь. Но хороший рейлган выбивает эту сотку. Ой-ой-ой. Вот это сейчас плохой момент. Потому что рейлган очень долго перезаряжается. И выстрелив так близко, своего оппонента не попав. В него вот две... Это гранаты за... Гранаты на ДМ-13. Сдается агент. 2-1 на Эш по картам повел. Да, счет 1-1 по картам. Был... Сейчас стал 2-1. Гиджи. Да, джиджи. Согласен. Ох, ну и посмотрим, что у нас дальше. 2-1 Аш впереди. Как ты победил? С каким счетом? Это не тебе. Vote past. Ну и действительно так и было. Естественно, кулер бы не стал такое говорить. Ну, как мне кажется. Это просто анманерство. Вообще, что хочу, то и пишу. Ха-ха. Дерзкий. Да, револон. Ну что же, у нас эта карта может стать последней. 3-2-1. Тут Эш вообще исполняет. И первый фраг за агентом просто провалите. Просто истически что-то неплохо изошло. Успевает, правда, Эш здесь за красным. Хорошая для него ситуация. Пытается он вырваться. Но зачем? Почему не через джампер? Это же еще один фраг просто. На таких там лалах выжил Эш. Как вообще непонятно. Честно говоря, это и ЦП у агента. Забирает он полтинник. Будет забирать желтый, конечно же. А что ему еще остается? И на рейл у него не нужно. Рейлган у него есть. Красный будет чуть раньше, чем Мега. Не успевает на него агент, если... Да, на красном. И смотрите как. Хитрец. Хитрец. Ничего не скажешь. Молодец. Агентура. Подлавливал на джампере. Попытался выломиться Эш на Мегу. Это у него получилось. Пропрыгивает штраф с рейлгана. Не получает. Здесь атака от Эши. Минус. Минус от Эши. Хорош. 2-1. Быстро отыгрывает один фраг. Смещается под красный. Соответственно, красный будет сейчас за ним. Это, естественно, приятно. 120 на соточку. 20 секунд до Меги. 22 секунды было до красного. Какая стадия? 1-8. Это игра 1-8. Победитель выходит на Клавза, который уже в 1-4 ожидает своего оппонента. 100 на 60 Эш. Ну что же, нужно... Ой-ой-ой, здрасте. Блин, вот это если бы еще рейл попал, был вообще четко, но 2 рейла уже не заходят. И прошмыгнуло, прошмыгнуло агент. Желтый же забирает. Ой-ой-ой, больно, больно. 120 на 20 Эш. Мега уже лежит. Не торопится. Эш, ну... О-о-о-о, все, отдал Мегу. И на желтый не успеет, и вообще никуда не успеет. Нет, смотрите, на желтый успевает, но пытается уже отконтролить красный, потому что, естественно, это нужно сделать. Все, рейл попал, можно уходить. То есть, уже оправданно данное событие. Желтый, 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 конечно. Очень важно сейчас его подобрать. Рейлган, кстати, в телепорт можно было зайти. И... Будет ли врываться на рейлган? Да, врывается. На Меге уже находится агент. И на красный хорошо смещается. Обратите внимание, забирает красный Эш. Есть подлов, опасный сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой, минус от агента, подкинул рокетом. И стэк еще достаточно большой был, 150 на 50 примерно. Этого хватало еще ему на два рокета. Примерно на два рокета прямых. Там было просто чуть больше, пара хп у него оставалось. Но представьте себе, что такое два директа. Столько времени пройдет, пока эти два директа залетят. Секунду до Меги, Мегу не забирает. Тоже возвращается, просто чтобы не дать ее оппоненту. Но это минус от агента определенный. Да ладно, смотрите. На лоу хп все-таки умудряется Эш. Что-то сегодня плохо, я вангую по фрагам. И как подраздамажил, ничего себе. Его двадцаточка армора остается у агента. У нас 120 агент. Хороший рокет такой. Дальний, надальняк. Попытался Эш здесь напрячь, но увидев агента, в общем-то, передумал напрягать. Потому что самому, главное, не перенапрячься. Такой сложной ситуации. Всего два фрага разделяет игроков. Гей, за что бороться. Кулек написал 3-1. И агент Сэшен подумали, что это счете, который у них. У них 2-1. И как бы вроде как Кулер написал типа 3-1. Из серии того, что все, сейчас Эшу катает. Что, естественно, ну, звучит несколько анманерно. Но, товарищи поправили, сказали, что речь шла совершенно о другом. Об вчерашней игре Кулера против Кинсона. Задал вопрос один из спектаторов. Вот такая легкая неурядица. Не все отлично, у агента 200-200. Сыграно уже половина карты. Безумный врыв от Эши. Ну, только что он, Галка? Ничего, кроме того, что получил сотку в лоб и сейчас фраг будет, да. Слегка поторопился, как мне кажется. Да, тут уже ничего. Нужны пушки Эшу определенно. Размен парейлом. Красный за агентом, получает директ. Соточка хп всего остается. Ой-ой-ой. Да, и смотрите, получилось, получилось это у Эши сделать. Даже аптечку он здесь пропускает. Настолько торопится. Опа-порт, желтый обязательно. Собирать сейчас так нужно, так можно больше наращивать, потому что сейчас будет борьба здесь на красном явно. Не хочет агент здесь на халяву отдавать. Не попадает Рейлгана Мэша. Это сейчас будет у него большой проблемой. Сейчас можно было попасть. Долго не выстреливал Рейлгана Мэш. Домиги еще долго. Ну вот она, мига. 4-2, два фрага. Впереди агент. 2-1 по картам, я напоминаю. Агенту нельзя проигрывать эту карту, если он не проиграет, то это ГГ. ГГ серии, я имею в виду. Рейлган сейчас будет на красном. Здесь агент неплохо подконтроливает за углом. Хорош, по таймингу Эш спускается, забирает красный. Желтый мигал, а вот на мигу... Она, кстати, успеет. И смотрите, как угадал, откуда будет наступать агент. Все, вроде бы занял позицию, но только как. Фейковый джамп. Оу, попал Рейлганом, да. Неприятный момент для Эша. Ну сейчас здесь нужно быть осторожным. Агент уже встречает красный. Через одну секунду можно, можно пропушить. Хороший момент для Виталия. Ну как хороший, раздамажил нехило агент. Тут однозначно... Красавчик, молодец. Вот это хорошо сделано было. Понял, что есть возможность проатаковать. Ну вернее, дострелить, по сути. Потому что агент уже развернулся на 10 хп. Здесь далековато залез Эш. Время идет. Время идет. И это становится уже проблемой, на самом-то деле, для Эша. Два фрага все так же остается. Две минуты до конца этой карты. Ой, на 80. Ой, на 100. Да, он 6-3. Конечно, сам себя убивает. Полторы минуты осталось. И разница уже возросла до 4 фрагов. С до 5, мне кажется, он возрастет. Тоже игнорирует агент-аптечку. Подловил в ноги сейчас Эш. Но минус 6 фрагов разницы. Похоже, что это ГГ. Похоже, что это 2-2 по картам. И нас с вами будет ожидать решающая карта. Еще, правда, минута остается. Но очень, очень похоже на то. Продолжение следует... 10-2 уже, но уже все понятно, дорогие мои. Давайте посмотрим, кто что подобрал. 15 красных против 8. Мега одинаковое количество. Желтых примерно тоже. А вот, пинги 55 на 9. Скидывать все на пинки, естественно, бессмысленно. Были ошибки от Эша. Вот. Ну, это ГГ. И следующая карта будет последней. И будет решающей. Посмотрим, что это будет вообще за картам. До желтого не допрыгнул, отдал карту. Того. Так. Ну что же, у нас Кьюр. Последняя карта. Поехали. Начинает агент через Рейлган. Для чего? А вот для того, чтобы здесь попасть. И вот тут еще. Отличное начало. Просто гипераркадное. Там, правда, шокик был. Ну, молодец, агент. Вообще супер-пупер нестандартное, классное начало. На Рейлган теперь ждет оппонента. И приходит сюда Эш, получает два розика. И Рейлганом добивает его агент. Первый фраг за агентом. Тяжело будет на Кьюре. Чувствуется. Классно, что все пять карт выходят заиграть игрокам. То есть нету какой-то инды. О, размен с директами. Рейлом Эш промахивает. Еще одним Рейлом тоже не заходит. Но только сейчас смог попасть. Ой, великолепный директ. Очень хороший момент для Эш. Сейчас может стать, на самом деле, переломным. Полтинник, а только потом мега. И тайминг подбил, и ХП побольше наварил. Быстро агент смещается. Успевает Эш прийти, выйти на третий этаж. Через две секунды красный. И здесь минус агент. Но забрал красный лол. Как ему это удалось, чертяга. Вот, блин, негодяй. Выравнивает ситуацию агент. Возвращает ее, так сказать, на прежние позиции. В один фраг он ведет. Пополняет армор до двухста. Забирает шафт. Рейлган есть плазма, также имеется. Здесь не удалось атаку провести нормально. 200 армора под желтый выходит. Агент, по-моему, видел, ну я, по крайней мере, видел кусочек Эша. 120 на 200. Закрадывается агент и переходит под мегу. Два попадания уже от Эша есть. Но и тут два попадания от агента. Эшу приходится отступать. Совершенно нет у него никакой возможности бороться. Агент спокойно сделал вид, что перемещается под желтый. А сам возвращается на Ре. Здесь не заходит рокет, но красный очень четко. Очень четко нивелирует проблемы со стэком у агента. Вот здесь Рейл неплохой. Эш у нас выдает 10 секунд, остается до меги. Надо было уже на мегу смещаться. Барьба на третьем этаже. 70 на 20. Агент на красном, на лангой Цэш. Но это сейчас могло закончиться фрагом, на самом деле, для агента. Явно там не все так хорошо. У Эши сейчас... Ой-ой-ой. На лоу хп там еще. Да ладно. Один Рейл выдержал. Второй уже не выдержит после этого шафта. Особенно 100 на 100 стэк у агента. Мега лежит. Полтинничек забирает агента. И вот теперь уже все. Здравствуйте, до свидания. Лол, 30 хп. Вот как все меняется. И вот на 6 хп. О том и речь. Что там настолько было все лоу у Эши, что я просто был уверен, что... Фраг будет any second. Раскидка гранат. Ой-ой-ой. Классный мув был от Эши. Он задержался там в полете как раз, чтобы проконтролить этот прыжок на... Не на... А в телепорт. Но чуть-чуть там не хватило. Упаляет рейл. Мега будет уже совсем скоро. Хороший стэк у Эши, но как бы... Чтобы наломиться, нужно как-то грамотно это сделать. Красный за агентом. Ой-ой-ой-ой. Да, агент, конечно, не предсказуем. Это его плюс. Ой, милика... Прям... Хорошо все получается у Эша. Здесь агент, правда, сам себя разбил об Эша. В любом случае, красный сейчас за Виталием. Старый добрый ЗТН будет, может, в другом маппуле. Следующий, не знаю. Да не так часто его уже играют. На самом деле устали все от ЗТН. У нас то агент выходит под... Ой, какой хороший здесь залетает Рокет. Насоточку остановил неплохо агента. Сейчас желтый точно есть у Эши. Значит, стэк у него должен быть хоть какой-то. Мига с красным засплитчены. Будут они в одно время. Да, ну все же забрал. И даже на Мигу, похоже, успеет. Неплохой Рокет. Слушайте, ну ситуация вообще интересная. Борьба такая достаточно близкая, контактная, но... Не приносит она пока никаких фрагов. Что показывает, конечно же, высокий скилл обоих игроков здесь на лом от агента. Четыре на сто. Что меньше времени остается до конца этой карты. Ну и как бы, действительно, как решающая карта. Достаточно интересно получается. Равный счет уже в течение 7 минут. Близкая борьба. И получается сейчас преимущество агента. Вот этим рейлганом. Великолепно здесь расконтролил. Минус Эш. Да, это печально. Остается меньше трех минут до конца сейчас. Хорошо, хоть здесь не отдался. 100 на 100. Мига сейчас будет за агентом. Ой, зафелил фрыжочек. Сейчас будет фраг очередной от агента. Да, ребята, это грусть. Грусть, печаль. Две с половиной минуты остается. Если Эш сейчас что-либо не придумывает. Что-то не придумывает. То это будет ГГ. Ну вот это не то, что надо придумать. 6-2. Так вот поток фрагов просто пошел. Буквально за одну минуту уже набил столько фрагов себе агента. Эш пытается все еще проаргадить. И это реальная ошибка. Самая, наверное, распространенная у квакеров. Попытка быстро добить. Вот налом, налом, налом. Он еще рейл. Ну да, хорошо. Два рейла. Вроде бы все неплохо. Две минуты. Вроде бы с одной стороны надо наломаться. Но с другой стороны... Как тут наломишься-то? 67 на 75 у агента. Вроде бы стэк не сильный, но... Открывается агент. Хорошо. Полторы минуты остается. Ну, уже очень большой стэк по агенту. Похоже, что это ГГ. Похоже, что агент будет накладен. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Да, похоже, что потрачено. Норм. Такая дезамораль неплохая. Ну, 8-2 на самом деле. Шесть фрагов, конечно, не оттащить. Ну что ж, поздравляем агента с победой. Выходит он дальше. Будет Гом бороться против Клавза. Посмотрим, что Клавз сможет противопоставить агенту. Я думаю, много. Что? Ну, а как уж это разрулится, дорогие мои. Смотрите в следующих трансляциях. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал. Подписывайтесь на группу ВКонтактики. На Twitch'и обязательно подписывайтесь на SK2, TV, ставьте плюсики. На GoodGamer подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на премиум для того, чтобы смотреть в высоком и хорошем качестве трансляцию. Трансляцию тоже, дорогие мои. Не хочется прям сразу с вами прощаться, но работа. Поэтому, что я могу вам сказать. С вами был Elder.ru. Мы смотрели одну восьмую... Мы смотрели игры плей-офф одной восьмой стадии одной восьмой. Вот так, да. Вот так. Надо еще этот момент потренировать. С вами был Elder.ru. До скорых встреч.